Валерий Курас Снегири Здравствуйте, мальчики и девочки! Вот как у нас получается. Один праздник сменяет другой. Сегодня все православные люди праздновали память преподобного Сергия Радонежского. А завтра день, когда вспоминается любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, апостол Иоанн Богослов. Как вы знаете, Христос избрал себе в ученики 12 человек. Это те, кто по первому слову Спасителя были готовы оставить все и последовать за Ним хоть на край света. Среди них был и тот, чью память празднует завтра вся церковь. Однажды рыбаки, среди которых были Симон, Яков и Иоанн, очень долго закидывали сети в воду, но так ничего и не поймали. И тогда появился Христос и посоветовал им еще раз закинуть сети. Когда они сделали это, то поймали великое множество рыбы. Такое множество, что даже их сети начали прорываться. А лодки чуть не потонули от богатого лоб. Отныне вы будете ловить человеков, сказал им Христос. То есть будете обращать души человеческие к Богу. И они тут же оставили все и последовали за Ним. Так Иоанн и двое других рыбаков стали учениками и апостолами Христа. Вы, конечно, помните, что значит слово «апостол». В переводе с греческого это «посланник». Все двенадцать ближайших учеников Христа стали потом посланниками и проповедниками Его учения. И все-таки только апостола Иоанна называют любимым учеником Спасителя и апостолом любви. Как вы думаете, почему именно Его? Ведь любовь Божья на всех изливается одинаково. Вот только не все готовы эту любовь вместить. Это как с водой. В маленький сосуд войдет немного воды. А в большой можно наливать и наливать. Так и благодать Божья наполняет душу настолько, насколько она способна эту благодать вместить. У апостола Иоанна душа была настолько открытой и щедрой, что он мог, как никто, понимать то, что говорил Господь. Он так любил своего учителя, что не отступал от него ни на шаг. Когда Христа схватили, чтобы предать казни, прочие апостолы пришли в смятение. Они не знали, что думать и что делать. А вера апостола Петра даже поколебалась. Он испугался быть узнанным и схваченным вместе с наставником. И только апостол Иоанн преданно следовал за Христом и во двор первосвященника, и на Голгофу. Там, на Голгофе, спаситель вручил его по печенью свою мать, Пресвятую Богородицу, чтобы в дальнейшем он, как сын, заботился о ней. Иоанн с благоговением исполнил последние пожелания своего любимого учителя. Святой апостол Иоанн Богослов прожил на земле больше ста лет. Написал одну из четырех Евангелий. И стал автором самой загадочной книги священного писания «Апокалипсиса», которая рассказывает о последних временах истории человечества. Иоанна Богослова называют апостолом любви. И он действительно обладал этим божественным даром. Известен такой случай из его жизни. Однажды во время проповеди он обратил внимание на одного юношу, прекрасного лицом и душою. Слушая слова апостола, он буквально не отходил ни на шаг. Иоанн окрестил юношу и, уходя в другой город, передал его заботам епископа. Через некоторое время апостолу Иоанну снова случилось быть в этом городе. И он спросил у епископа, «Где сокровище, которое я передал тебе?» Он имел в виду того юношу. «Он умер», – ответил епископ. «Умер душою». Он стал жестоким разбойником, наводящим ужас на местных жителей. Тут же отправился апостол в разбойничий стан. Издалека увидел его юношу, а увидев, бросился бежать. Такой охватил его ужас и стыд. А святой, забыв свою старость, погнался за ним. «Остановись, сын мой! Зачем ты бежишь от отца своего, старого, дряхлого, безоружного?» – кричал ему вслед апостол. Но юноша не останавливался. Тогда Иоанн со слезами на глазах воскликнул. «Ничего не бойся! Еще есть тебе надежда на жизнь! Я отвечу Христу за тебя, если нужно, и смерть за тебя приму!» Разбойник замер. Весь сжавшись, он стоял, как окаменелый, не смея повернуть головы. Потом обернулся, не поднимая глаз, и упал к ногам апостола. Вместе возвратились они в город. А потом последовали долгие месяцы покаянных трудов, с которыми вновь рождалась для жизни погибшая была душа. Труды эти несли они оба – старец и молодой человек. Не покидал святой Иоанн свое чадо до тех пор, пока не смог наконец сказать ему «Иди в мир, дитя мое! Где бы я ни был, любовь моя пребудет с тобой неотлучной!» В конце жизни, когда Иоанн был уже очень слаб, всем говорил он только одно – «Дети, любите друг друга!» «Почему ты повторяешь одно и то же?» – спросили его ученики. Ответ был таков. Потому что именно в этих словах заключено все Евангелие. Эти же слова «Дети, любите друг друга!» Неслышно повторяет святой апостол и нам, тем, кто молится ему и чтит его память. Подумайте, друзья, что будет лучшим ответом на этот призыв. До новых встреч! Храни вас Господь молитвами святого апостола Иоанна Богослова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok